Студенты Ненецкого аграрно-экономического техникума сдают демонстрационный экзамен по компетенции ветеринария. В округе он проходит уже во второй раз по стандартам WorldSkills Russia. Цель экзамена – оценка знаний, навыков и умений, позволяющих в будущем вести профессиональную деятельность. Анастасия Дмитрук выполняет клинический осмотр птицы. Это одно из заданий демонстрационного экзамена. Анастасия признается, учиться на ветеринара она пошла по зову сердца. Ведь лечить животных получается не у каждого. Животные все разные, поэтому как бы ты хорошо не заучивал по книжкам, по животному все равно не всегда получается правильно. Но в принципе можно подменить что-то. Другая студентка Мария Нестерова также выполнила ряд заданий. Самым сложным, по ее словам, оказалась процедура УЗИ. Нужно уметь видеть просто. А вот, допустим, вот на этой собаке у нее почки, они высоко, то есть нужно брить ее повыше. И там сложнее почки увидеть, особенно селезенку. В демонстрационном экзамене по компетенции ветеринария принимает участие 12 студентов. Ребята поделились на группы, работали в две смены. Им предстояло выполнить пять заданий – провести клинический осмотр птицы, кролика и собаки, а также УЗИ брюшной полости, наложение повязок и искусственное осеменение. Демоэкзамен именно по компетенции ветеринария проходит второй раз. В прошлом году у нас принимали участие в демоэкзамене выпускники четвертый курс. Сегодня это лишь второй курс. Также у нас эти студенты принимают участие и принимали уже участие в WorldSkills. Это был региональный чемпионат. Также у нас планируется четвертый региональный чемпионат в декабре. Я думаю, тоже мы будем заявлять компетенцию ветеринария. За точностью выполнения заданий каждой группой наблюдали приглашенные эксперты – представители станции по борьбе с болезнями животных. Максимальный балл за выполнение всех заданий – 33. Здесь ребята учатся показывать свои навыки в плане работы на производстве. Это первое. Во-вторых, когда они уже получили эти навыки здесь сейчас, то когда уже региональный чемпионат происходит, они уже могут что-то дать. Они умеют работать с этим заданием и так далее. Ещё раз демонстрационный экзамен нынешние второкурсники будут сдавать по окончании техникума. Вместе с дипломом они получат скилл-паспорт с результатами, которые будут внесены в информационную базу, доступную работодателям. Наталья Кислякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.